Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня Андрей Коняев, популяризатор науки, журналист. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефон у прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также пишите в WhatsApp 230-6191. Нередко о вас в комментариях к вашим лекциям и выступлениям пишут о том, что вы о науке знаете абсолютно всё. Чего? Так прям пишут? Так ли это, да. Есть такие комментарии. Ну, по крайней мере, спрашивают о том, Андрей, чего вы не знаете о науке? А, да много чего не знаю. Как-то вы меня прям удивили этим вопросом. Я даже не знаю, как его прокомментировать. Ну, я более-менее разбираюсь в, естественно, научных вещах и близких темах. Вот. А в каких-то вообще не разбираюсь. Ну, там я бы не взялся говорить про стиховедение, например. Я в этом ничего не понимаю. Ну, вот антрополог Станислав Дробышевский, который был у нас в эфире, он, в частности, сказал о том, что популярность лженауки можно объяснить тем, что мракобесия интереснее. Не так скучно об этом рассказывать. Вот чем, на ваш взгляд, можно объяснить популярность лженауки, всякие астрологические прогнозы и так далее и тому подобное? Согласны с этой оценкой? Ну, во-первых, астрологические прогнозы, их нельзя рассматривать в контексте лженауки. Это антропологическое явление. Это как присказки, я не знаю, поговорки. Люди вполне себе серьёзно и регулярно читают про то, что какие ожидают вызовы близнецов в этом месяце и так далее, и так далее. Другое дело, что как антропологическое явление это интересно, а как строить свою жизнь на основании астрологических прогнозов в целом довольно глупо. Ну, астрологию можно при этом считать наукой или всё-таки это лженаука? Или как бы в этом? Нет, конечно, астрология лженаукой, когда она оперирует… Что такое лженаука? Лженаука – это что-то, что притворяется наукой, а наукой не является. Поэтому, чтобы определить, что такое лженаука, нужно сначала определить, что такое наука. Это довольно непростая задача. Вот, например, лженаука всегда выдаёт попытка выдать свои собственные какие-то утверждения за непреложные истины. Ну, типа астрологи доказали, что в этот месяц плохо пить кофе. На самом деле инструментов доказательства у них нет, никакой под этим подоплёки нет, и ничего такого особенного они не сделали. Просто они в рамках своей собственной культурной практики подумали и заявили, что нельзя пить кофе. Ну, вот, соответственно, если в таком ключе рассматривать астрологию, как претендующую на какое-то объективное знание, то это, конечно, лженаука. Если рассматривать астрологические прогнозы, которые сочиняют в журналы и в интернете, то в целом это просто антропологическая практика, забавное увлечение для людей. Ну, с какими самыми распространёнными мифами вам приходится о науке сталкиваться сегодня? Да я не занимаюсь, на самом деле, научными мифами. Я занимаюсь, и как вот, меня нельзя же сравнять с Дребышевским, он популяризатор науки, а я в основном занимаюсь тем, что издаю научно-популярные издания. И я не езжу, не читаю лекции, рассказываю людям про свою науку, про математику и не делаю какие-то такие вещи. Вот. И поэтому, когда меня спросить про мифы, ну, вот, не знаю, даже сейчас не знаю. Ну, то есть я, например, знаю, что гомеопатия не работает, да, вот что-нибудь такое, да. Я знаю, что прививки хорошо, и каждое из моих утверждений я могу подтвердить каким, ну, не могу сам подтвердить его, но у меня есть ссылка на какое-нибудь подходящее исследование. Ну, например, какое-нибудь по прививкам, какое-нибудь большое мета-исследование про гомеопатию тоже. Вот. А когда вы спрашиваете, какие мифы научные, с которыми я сталкиваюсь, ну, я говорю, я не знаю. Я очень толерантный, я в этом смысле не радикальный совершенно, человек со мной так неинтересный. Я не начинаю вам рассказывать, что вот мракобесие победило и так далее. Ну, победил и победил, а что же делать-то? Ну, вот в современном мире сейчас довольно много вы тоже упомянули исследований, которыми вы подтверждаете свой тот или иной рассказ. Сейчас ежедневно появляются новые и новые исследования для нас в свободном доступе. Они в каком-то смысле меняют наше представление, в том числе и о науке? Делают её, может быть, более доступной? Ну, на самом деле, когда вы говорите исследования, важный нюанс, что большинство людей не очень понимает фразу «учёные доказали». Да. В каждой науке фразу «учёные доказали» означает «своё». Ну, то есть, потому что все науки, они используют разные методы для получения синтеза знаний. Например, антрополог, там, я не знаю, лингвист, математик, физико-химик – это будут совершенно разные доказательства. Ну, например, химик вам скажет, что если что-то доказать, это нужно провести эксперимент. В математике эксперимент – это абсурд, в математике доказательства – это просто рассуждение. Такое правильно построено, логическое. Вот, в физике эксперимент не служит доказательством теории, а служит для того, чтобы какие-то параметры теории уточнить. Или, наоборот, теорию опровергнуть. Да, то есть, вот мы как бы, у нас есть теоретические предсказания, мы что-то посчитали, проводим эксперимент, хоп, сошлось, всё хорошо. Да, это не является однозначным подтверждением теории, что эта теория единственная верная. Это означает, что просто, ну, сейчас она работает, а дальше, может быть, мы придумаем эксперимент, в котором она не будет работать. Вот. Поэтому, когда мы говорим о том, что люди должны выносить, нужно понимать, что конкретно, какую информацию они получают и как. У меня была прикольная история, когда две новости вышло. В одной новости было написано, что заниматься лучше всего спортом с утра, а в другой было написано, что заниматься спортом лучше всего вечером. Вот. И две эти статьи вышли в одном и том же журнале. Важно, и про это у нас был хороший текст, где как раз разбиралась тут тонкость в том, что значит лучше. Да, там, в одном случае одни системы активизируются, в другом – другое, и поэтому для разных эффектов больше подходит, ну, там, занятие с утра для одного эффекта, чтобы там добиться, а другое, там, занятие, там, вечером. И вот эти нюансы, они часто просто, когда вы рассказываете про науку, они теряются, а когда нюансы теряются, получается вранье, потому что наука же, она из нюансов состоит. У нас много звонков, давайте их начнем принимать. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Ларис. Да, Ларис. Вы знаете, иногда думаешь, что вот ученые неизвестно, чем занимаются, вот такой пример. Тут на днях было по радио сказано, что ученые провели исследование и определили, что женщины на 10 лет живут больше мужчин. То есть исследование провели. У меня папа умер в 79-м году, могила была в дальнем конце кладбища. И вот когда идешь и смотришь на памятники, там было так, фамилия мужа – две этих цифры, фамилия жены – одна цифра, то есть дат смерти нет. То есть этого времени, как мужа похоронили, прошло 5-10 лет. То есть тут даже ученым не надо быть, чтобы сделать такой вывод. А мне кажется, что они иногда просто занимаются, ну, непонятно чем. Никому это не надо. Спасибо. Спасибо, вот такой вопрос. Спасибо, да. Ну, это вот складывается такое ощущение из-за того, что теряются нюансы. Потому что, ну, тут, во-первых, первый эффект. Вот вы услышали эту информацию, да, и у вас включается то, что называется когнитивное искажение. Дело все в том, что когда человек, он что-то слышит, он же все-таки слышит, видит, он все воспринимает через призму того, что его окружает. Например, вот типичный пример такого искажения – это когда вот как мог Путин набрать 60%, если среди моих друзей никто за него не голосовал. Да как же так? Это значит обман. Нет, это не значит обман. Это значит, что среди твоих друзей не было голосовавших за Путина. Когда среди ваших друзей есть огромное количество людей, которые подтверждают какой-то тезис или, например, его опровержение, то есть, например, мы говорим, глобального потепления не существует, потому что у меня за окном холодно. Хотя глобальное потепление – это глобальное изменение климата, а потепление фигурирует в терминах типа «средняя температура по планете», но неважно, да. Ну, как бы ты говоришь, вот за окном мороз, какое же потепление, типа нет никакого потепления. Вот это первое – когнитивные искажения. Второе – на самом деле такие исследования, это статистические исследования, это очень важно. Это важно для многих отраслей, это важно для политики, это важно для демографии. И как бы то, что называется анекдотическое подтверждение, что вот вы ходите, ходили на могилы и видели эти цифры, называется анекдотическое подтверждение. Они не означают, да, что этот тренд выполнен по всей стране, например, а вполне возможно просто вот выполнен вдоль вашего пути. Может быть, вам так повезло. Поэтому статистические исследования – это вполне себе важная и серьезная деятельность. У нас еще звонок 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Спасибо вам за гости, очень интересный. А я один из тех, наверное, людей, который писал вам на Фейсбуке, что вы пригласили Андрея. Так как слежу за его творчеством, не только за Куджи подсказ, просто, Андрей, респект. Это одна из лучших передач в Ютубе, которая есть, на которую вы подписаны, Активи Ай, смотрю ваши исследования. Вопросов у меня будет как бы несколько к вам, если можно. Значит, вот вы ведете кучу подкастов со стендап-комиком. Ну, Андрей, вы тоже разгоняете нормальными шутками там, ну, не знаю, такая, как из последнего, про манную кашу или исследование, помните, про гонщика и велосипедиста, у которого забрали велосипед и отдали каску. Ну, это, наверное, как бы, кто смотрит вас, тот поймет, о чем он делает речь. Не думаете ли вы сами, как бы, как нау... Вот Каргинов ушел тоже в науку со стендапа, скорее всего. Он там так себя преподносит, что он читает много книг, какие-то рассуждения дает. Не думаете ли вы сделать какой-то стендап? И вообще не думаете ли вот в феврале приедет Нурлан сюда, в Латвию? Не думаете ли вы посетить Латвию с какой-то лекцией и выступить у нас здесь? И еще один вопрос. Почему нельзя под вашими постами в Фейсбуке оставлять комментарии, вот именно, наверное, я так понимаю, кто в Латвии? Читать я их могу, делиться могу, комментарии оставить не могу. Спасибо. Да, спасибо. Начну с конца. Я не знаю, почему так. Я был уверен, но у меня никаких ограничений вроде нет. Вот. И более того, если вы его видите, значит, статус фейсбучного поста открыт для всех. Почему не можете оставлять комментарии, я не знаю. И, ну, я не настолько технологически разбираюсь во всех инновациях Фейсбука. Они каждую неделю происходят. В Латвию было бы, конечно, прикольно съездить. Вот. Но я почти уверен, что не в ближайшее время. Просто, ну, совершенно не хватает времени на все. Вот. Что касается стендапа, то стендап – это очень тяжелая работа. На самом деле, когда ты видишь человека, который шутит на сцене, кажется, очень легко. Взял микрофон, ну, там, пять шуток, рассказал, их все смеются, все хорошо. На самом деле, колоссальная тяжелая работа. Люди перерабатывают огромное количество материала. Они, там, у них мегабайты исписаны удачными, неудачными шутками. Они ходят с этим материалом, показывают его на разных там шоу, в разном порядке, смотрят, что заходит, что не заходит. И в целом, это полноценная работа. То есть, сделать стендап типа за компанию – это, конечно, прикольно, но это как записать музыкальный альбом просто так по приколу, да. Это не несет никакой ценности. И в целом, ну, совершенно бессмысленные занятия, которые вдобавок еще, ну, как будто немного оскорбительны для людей, которые этим серьезно занимаются. Поэтому, вот, нет. Ну, возвращаясь к науке, что касается стереотипов, хочу вас спросить, вы в своих выступлениях говорили однажды о депрессии, как раз о ее восприятии, возможно, стереотипном восприятии в современном обществе, этого психического расстройства. Вот насколько велики заблуждения? Ну, я не специалист по депрессии, потому что когнитивные науки – это не точные науки. В смысле, они точные уже сейчас более-менее, но я в них не настолько разбираюсь. Что я могу сказать про депрессию? Это то, что это сложное социальное явление, и сложность его, ну, во-первых, депрессию можно диагностировать на биохимическом уровне, то есть это изменения, которые прямо можно заметить в мозге. Это не просто, типа, у тебя плохое настроение, а у тебя нарушена биохимия мозга. Вот. А что касается отношения, то, ну, известно, что депрессия воспринимается как слабость. Да, плохое настроение, вроде как, ну, когда у тебя плохое настроение, тебе говорят, там, типа, ну, соберись, там, не будь как тряпка. Вот. И в целом вот эта вот общая идея, что это вот это вот духовный какой-то, что это какой-то придуманный недуг, ну, с этим ещё человечеству придётся долго возиться. Ну, ещё говорили о том, что это явление богатых, такой распространённый стереотип тоже, что депрессия… Очень, очень, да. Ну, все как бы как рассуждают, вот у тебя есть пирамида Маслов, вот может ли у тебя быть депрессия, если ты очень голодный, холодный, бежишь по лесу, и сзади за тобой гонятся, там, я не знаю, животные гоняются. Вот. Хочу сказать, что нет, конечно, депрессии быть не может, а на самом деле, ну, нет, она может быть. Более того, вот были прекрасные программы, одна там была прекрасная программа в Америке, когда брали людей из неблагополучных финансовых семей, ну, у которых были неблагополучные финансовые семьи, и помогали им вот чисто психологически, то есть предоставляли им психолога. Вот. И, ну, нельзя сказать, что у этих людей сильно изменилась жизнь в финансовом плане, потому что они как работали, три работы, так они продолжали работать, но при этом качество жизни, их восприятие того, как они живут, изменилось радикально. Более того, ну, опять же, позволю себе, вот, как вот женщина звонила, анекдотический пример. Я совсем недавно читал, я не помню, как я на это наткнулся, ну, типа список причин смерти, записанный, ну, батюшкой в какой-то деревне, там, ну, словно там, середина XIX века. Вот. И там читаешь список, и как-то там в духе стрельнул в себя из ружья в меланхолии. Ну, как бы, вот вам, середина XIX века. Человек в депрессии застрелился. Ну, мы просто сейчас это понимаем. А там вот загрустил и утопился, например, или застрелился. Ну, кстати, что касается плохого настроения, было ведь исследование о воронах, если я не ошибаюсь, да? Воронах. Да, о воронах, простите, да, которые заражаются им плохим настроением, как раз вы тоже этот вопрос разбирали. Вот насколько велика вероятность, если с научной точки зрения смотреть, о заразительности плохого или хорошего настроения в обществе среди людей? Ну, это известный факт. Это тут, во-первых, это есть эффект. Он отдельно, его можно рассматривать в живых группах, то есть когда люди непосредственно контактируют. Можно рассматривать в социальных сетях. Там, например, эмоциональное заражение в Твиттере, это вполне себе было такое исследование, тоже доказанный факт. Вот, и за всё это ответственно, вот у нас есть такие зеркальные нейроны. То есть это обратная сторона эмпатии. Мы, с одной стороны, можем чувствовать боль другого человека, а с другой стороны, из-за этого появляется такой эффект, что мы можем заражать свои эмоции, в том числе негативные. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим. Это программа «Абонент доступен». Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссёр Родион Золотарёв. Андрей Коняев с нами на прямой связи. Здравствуйте ещё раз. Здрасте ещё раз. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также пишите в WhatsApp 2306191. Ну вот во второй части мы так плавно подошли к теме математики. Вопрос, который Виталий вам задаёт по WhatsApp. А вы можете сказать, сколько, ну, ой, простите, возможно ли создать математическую модель социально-экономических процессов в обществе, то есть сначала проверить, а потом вводить новые изменения в законах конституции и в экономике? Вот такой вопрос нашего радиослушателя. Хороший вопрос, интересный. Социальные явления… Дело всё в том, что математика как устроена? Есть разные теории, там, например, теория вероятности или там теория хаоса. И они предлагают разные инструменты для изучения явлений. И вот, например, теория вероятности отлично подходит для таких вопросов, которые связаны с случайностью. Например, вот оказывается, если мы в среднем будем смотреть на жизнь-смерть людей, то этот процесс неплохо описывается случайными величинами. И благодаря этому существует, например, страхование. Или, ну, прочие вещи. Когда мы пытаемся понять, как устроены более сложные процессы, потому что, как бы, если мы говорим про формальную непротиворечивость законов, то это очень лёгкая задача. Но она такая немного геморрная с точки зрения реализации, но формально реализуемая. То есть, когда мы создаём законы, и мы хотим понять, каким другим законам он противоречит, это вполне себе несложно сделать. Если же мы хотим понять, какой эффект будет иметь то или иное действие на окружающую действительность, то это гораздо сложнее. Потому что люди взаимодействуют, судя по всему, по крайней мере, человеческое взаимодействие демонстрирует явные эффекты, характерные для хаотических, динамических систем. Это вот приведу такой пример. Вот у всех есть история, когда ты куда-нибудь поехал на отдых и встретил человека, с которым, например, 10 лет не виделся. Одноклассника, друга, что-нибудь шли вы по набережной, вдруг он навстречу, и как так вы в одно время в другом конце света оказались. С точки зрения случайности эта вещь довольно сложная объяснима, а с точки зрения хаотических, динамических систем очень понятная вещь. Такой эффект есть, он встречается в таких системах. Поэтому, скорее всего, это должна быть какая-то теория на границе вероятности, и теории хаоса, и они между собой должны как-то пожениться. Но пока ничего подходящего не создано. Ну и более того, если вы там... Мы сейчас с вами о таких довольно сложных вещах говорим, а если вы посмотрите на социологов и то, чем они предпочитают оперировать, а уж тем более, если вы посмотрите на политиках, то там дальше умножение и деление обычно речь не заходит. Так что... Вот Виталий, кстати, нам пишет в WhatsApp у меня были такие встречи. То есть, видимо, он имеет в виду, что за границей он встречал того, кого не встречал. Ну, у всех, потому что это такая есть теорема о возвращении Пуанкаре, она называется. Она говорит, что если у вас есть система неинтегрируемая, вот у вас есть две точки близкие, они в какой-то момент времени могут разойтись, но всегда найдётся такое время Т, что вот эта вторая точка вернётся в окрестность первой. И это вот такой типа... Пуанкаре эту теорему открыл, когда изучал движение твёрдых тел, движение трёх тел. Берём три тела в космосе, они между собой притягиваются по закону притяжения обратно, пропорционально к квадрату, и смотрим, как они двигаются. И вот на самом деле это движение часто хаотично. И вот у него была эта теорема про возвращение, и вот оно вот в реальной жизни такие эффекты постоянно встречаются. Можно ли говорить о том, что... Пошёл типа на обед и встретил одноклассницу, которую не видел в 15 лет в Москве. Причём, потому что я учился в Тамбове, я сам из Тамбова. Ещё и другой город был. То есть можно ли говорить о том, что встретить соседа, например, за границей вероятнее, чем где-то рядом с собой? Или всё-таки нет? Ещё слово «вероятно» означает, что к анализу этой ситуации вы применяете теорию вероятностей. А сам факт наличия этой ситуации говорит, что теорию вероятностей тут применять бесполезно. Нужно применять другую теорию. Теорию динамического хаоса. И она там ещё там... Это другая математика. То есть слово «вероятность» мы лингвистически исключаем тогда, получается? Вообще. То есть когда вы говорите «вероятнее», это означает, что вы можете померить. А здесь вы померить многие вещи просто не можете, потому что у вас же хаос. Насколько справедливы слова Перельмана математика, которая говорит, что мне не нужны деньги, я умею управлять Вселенной? То есть... О, господи. Короче, была такая история. Я работал в то время в Ленте.ру в новостях науки. И вышла заметка с выдуманным интервью Перельману. То есть это фейк был? Фейк, да, один из первых. И вот, значит, там была... Ну, как было видно, что это фейк? Было видно... Ну, как бы, поверьте мне, если вы математик, название своей кандидатской вас вот ночью можно разбудить, да? И вы прям... Как твоя кандидатская называется? Ну, конечно, ты помнишь, как называется твоя кандидатская. На социологические, геометрические свойства. С тем, получаем их методом сдвига аргумента. Ну, очевидно же, я все это время помню. И там были такие ошибки, что он неправильно называет свою кандидатскую, что-то еще. И было видно, что это фейк, выдуман. Вот. И я тогда писал новость, а тогда новости были, колонок еще не было. У меня не было возможности написать вот разбор в духе. Посмотрите, какую глупость написали. Поэтому я написал новость, где вот прописал отдельно, что вот такое, видно косяк такой, 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 такой. Вот. И мне до сих пор кажется, что это была ошибка, и потому что это вот раз пять мне уже с тех пор, а уже, наверное, лет десять прошло, мне задают этот вопрос, вспоминая вот эти цитаты, которых, конечно же, Перелман никогда не говорил. Ну, вот говоря о фейках, вы сказали об их значении, наверное, в формировании мнений людей, а социальные сети — это явление. Какую роль играет сегодня в формировании мнений? Социальные сети были всегда, у вас же всегда были друзья, вы с ним всегда общались, и вам всегда было важно мнение друзей. Просто сейчас социальные сети, как и интернет-история, они просто устроены максимально для распространения. Они так сделаны, у них дизайн такой, чтобы в них информация распространялась очень быстро. Это дизайн такой, это как вот у вас есть горка на детской площадке, и она очень крутая, да, и разумеется, если ребёнок будет на ней скатываться, он будет с высокой скоростью скатываться, а если он маленький, то он ещё внизу так и вылетит, да, и ничего ты с этим не поймёшь, горка так собрана. Социальные сети так собраны, что они предназначены для распространения информации. Более того, как мы знаем, мы же с этого про ворон-то говорили, калейдонских воронов, калейдонских воронов, вот, что эмоционально заражают. Поэтому эмоционально заряженная информация, конечно же, распространяется в социальных сетях сильно лучше, чем неэмоционально заряженная. А уж фейк это или не фейк, вообще, на самом деле, особого значения не имеет. Насколько сегодня социальные сети, на ваш взгляд, могут заменить реальность? Потому что, если посмотреть на любой отдельно взятый инстаграм, это такое зафиксированное существование человека, и в то же время, как, на мой взгляд, порой бывает, нет ничего более лживого, чем любой отдельно взятый инстаграм. Ну, у вас, вот, у меня есть мама. Мама считает, что я, когда брату пишу в чате, типа, как дела, я очень плохо поступаю. Потому что, по-настоящему, надо, конечно, брату позвонить. Что-то позвонить, поговорить, это прямо вот по-человечески. А вот, в чате это не настоящее. Если вот у мамы, мама умерла давно, но я думаю, если бы она была жива, она бы тоже сказала, что, а вот по телефону звонить, это вот не по-настоящему. По-настоящему надо вот встретиться. Как бы, ты встретился, это жизнь. А вот по телефону, что там, провод, голос и так далее. Поэтому, когда мы говорим, заменить реальность, нужно понимать, что это для разных поколений разные утверждения, и объективно этого нет. Теперь, что касается инстаграма и лживости. Ну, человек, во-первых, так устроен, что он какие-то вещи выставляет на показ, а какие-то нет. И в данном случае, когда мы говорим лживость, прям вот откровенной лжи во всём этом нет. Есть история про умалчивание правды какой-то. Ну, она, конечно, происходит. Никто не фотографирует себя с мешками под глазами, потому что фотография, в первую очередь, не нравится тебе. Вот. То есть, когда твой внутренний цензор пропускает фотографию, она попадает в инстаграм, и, разумеется, результатом этого становится некий образ, вот, который отражает то, как человек, скорее, хотел бы себя видеть. Насколько это лживо? Я не знаю. Ну, типа, ну, пусть так. Ну, если человек себя так хочет видеть, пусть видит. Я не вижу в этом проблем. Здесь же как раз ещё включается другой, как мне кажется, такой принцип, потому что люди, например, это видно по звёздам и их инстаграм, если, допустим, звезда, ну, если речь идёт о девушке, она пополнела или как-то без макияжа, то, соответственно, включается уже армия хейтеров, которые сразу указывают ей на то, что она несовершенна. То есть, это поиск совершенства, получается, вот какой-то, мы тоже здесь наблюдаем. Давайте разделять, типа, топ-1% инстаграмеров, то есть, условно, люди с огромным количеством фолловеров или обычные люди. Вот этому эффекту внутренней цензуры, попытка, попытка, попыткам создать вот такой образ. Ему, конечно, подвержены все, это не имеет значения. Когда мы говорим про хейтеров, ну, да, дело всё в том, что ненависть, опять же, вот про калейдонских воронов, они же друг друга заражали плохим настроением. Ненависть, её очень легко раздувать, она, ну, гораздо более, гораздо более легко возбудимое чувство. То есть, человек легко заставить ненавидеть, а вот, например, заставить его любить, ну, сложно. Я не встречал случаев, когда, например, с помощью пропаганды людей заставили, убедили, что нужно сеять доброе, разумное, вечное. Да, Советский Союз пытался это сделать, и как мы видим, результат. Вот. А ненависть, она легко возбудима в человеке, и это видно по всем процессам, которые мы наблюдаем. И, разумеется, да, её легко, эту ненависть, выплёскивать в виртуальное пространство, потому что, ну, там по многим причинам, потому что, во-первых, письменная речь, она гораздо более, она жёстче, устной, потому что, когда говоришь, ты думаешь и говоришь, и ты даже, ну, такую злобную-то фразу не сразу придумаешь, а ты её вот в голове прокручиваешь, прям затачиваешь, чтобы она прям была, вот, прям суперзла, и потом ты её пишешь. Так что, это особенности коммуникации, и вот какая-то такая вещь. Как у Орла, 1984, пятиминутки ненависти, когда они все собирались и ненавидели. Да, конечно, но только как бы... Такая антиутопия получается. Да нет, ну, Орл, он был, во-первых, Орл был журналистом, вот, и... Эрик Блэйд. Он прекрасно понимал, как это вообще выглядит, и его вот эта вот история, история про медиа, медиа-арт, да, то есть, вот если в его представлении медиа управляет всем, а он был исключительно такого мнения, и никакой другой силы не существует, то вот всё будет выглядеть вот так. Так что, да, пятиминутки ненависти, почему это антиутопия, но если человек хочет ненавидеть, что же с ним поделаешь-то? У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Да, сорвался. Перезвоните, 672-12-93-9, и 672-13-93-9, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот есть такой учёный, Четвертаков, тоже математик, системный аналитик, вот он и занимается реконструкцией теории Маслоу, и вот он очень пристально ищет, в чём же ошибался Карл Маркс, и даже придумал такую теорему о необходимости эксплуатации в иерархиях труда и её следствия. Вот вы представляете, то есть он придумал, что эксплуатация оказывается необходима, и он доказал эту, так сказать, эту теорию. И вот вы не слышали про такого учёного, что вы об этом думаете, и как вы относитесь к постоянному цитированию вот этих книжонок, так сказать, Орвелла, и, кстати, вот есть такая тоже книжонка такая, русофобская, Бунина, называется Окаянные дни. Да, это дневники, которые Бунин, кстати, вёл революцию. Да, ну, можно уже отвечать. Да, Андрей, что касается вашего ответа, да, можете ответить в нашем роли, если что. Хорошо, пока мы говорили, пока я слушал, я могу два дела делать одновременно, я поискал, и первое, что вылазит, это что Сергей Александрович Стартову системный аналитик, эта фраза ничего не значит, нет такой профессии. Ну, точнее, профессия такая, может быть, есть, но как бы научного звания нет. Дальше, кандидат технических наук. После этого можно не читать. Вся уже научная ересь, созданная за последние 25 лет, вся создана кандидатами технических наук. Кому только в Советском Союзе кандидатов технических наук не давали. Чуть поменьше ереси, созданной кандидатами физико-математических наук, сильно поменьше, но вот кандидат технических наук, это всегда победа. Вот, специалист по прогнозированию, ну, я тоже специалист по прогнозированию. Я вот прогнозировал, что доллар будет 100 рублей. Ну, не угадал. Делает ли это меня меньше специалистам по прогнозированию? Ну, не делает. Я просто ошибся. Эксперты могут ошибаться. Что касается, сразу тут видно, необходимости эксплуатации как следствие иерархии и так далее. Это все какая-то социологическая история. В первую очередь с социологами я не очень понимаю, как можно всерьез аргументировать, ну, как можно всерьез обсуждать необходимость эксплуатации, объясненную в контексте какой-то отдельно взятой теории. Ну, то есть внутри теории эти рассуждения, как я приводил, например, с астрологией, имеют место быть. Ну, то есть внутри астрология, а астрология нормальная штука. Ну, то есть пока мы не начинаем с помощью астрологии предсказывать какие-то серьезные процессы, то есть возводимые в ранг науки, все нормально. Пока мы вот эти рассуждения не возводим в ранг каких-то суперсерьезных, суперсерьезных историй, которые необходимо, типа, применять на практике, все в порядке, можно спорить, рассуждать. Вот, как только мы начинаем всерьез говорить, что вот это необходимо, потому что это доказано, нет, ничего не доказано. Еще один вопрос по WhatsApp в тему как раз, наверное. Зачитаю, как есть. Можно ли рассчитать, сколько еще западная цивилизация будет прыгать на Русь, и кто будет следующий? Может ли... Чего там западная цивилизация? Можно ли рассчитать, сколько еще западная цивилизация будет прыгать на Русь, и кто будет следующий? Цитирую без культур. Как написал радиослушатель, так я вам и зачитал. Я понял. Я вот все вот эти истории про прыгать на Русь, русофобия. Русофобию, кстати, само слово русофобия придумал замечательный, действительно, очень крутой алгебраический геометр Игорь Шафаревич, он некоторое время назад умер. Вот. И вот он просто, он очень был крутой математикой, и вот в свободное от работы время он написал статью, такую не очень большую, которая называлась русофобия, и он придумал это слово, и вот, как видите, это слово продолжает жить. Так что спасибо за это математике. И математикам. Вот. И вот эти все... Вы должны понимать, что это очень просто. То есть, когда вы берете и говорите, вот есть Русь, вот есть англосаксы, и англосаксы пытаются, ну, напрыгнуть на Русь, да, напрыгивать на Русь. Вы просто берете огромное количество сложных процессов и их максимально упрощаете. Потому что на самом деле, разумеется, нет никаких англосаксов, и никто на Русь не прыгает. И вот эта вот история про огромную шахматную доску, это теория, которая лет 150, и она очень убогая. Она была актуальна, когда было пять стран во всем мире, а все остальные были колонии в том или ином виде. Когда у тебя есть пять акторов, в принципе, такая теория, да, как первое приближение для описания ситуации, отлично подходит. Когда акторов сильно много, и они в разных категориях очень сильно отличаются, например, кто-то по экономическим показателям, кто-то там по идеологическим, кто-то по военным. То есть, когда у тебя учитывается миллион показателей, вот эти все теории, они, ну, они, правда, звучат очень убого. И нужно, в первую очередь, прекратить думать, что кто-то там прыгает на Русь и заняться своими делами. Ну вот у Горького, если мы говорим о сложных процессах, у Горького в моих университетах, если не ошибаюсь, как раз есть описание, эпизод, когда один из математиков пытался доказать существование Бога с помощью математических формул. Ну, ничего не получилось, насколько я помню. Но вообще, если говорить вот в таких категориях, поскольку иногда, возможно, существует миф, что математики могут просчитать практически все. Что касается вот этого соприкосновения с религией, оно происходит в математике? Можно ли что-то такое прочитать? Да, я разделю ваш вопрос на три части. Часть первая. Математики могут просчитать все. Еще раз. Я рассказывал про некоторые теории. Когда человек думает просчитать, он себе представляет, что кто-то что-то пишет в столбик и говорит, завтра в это время произойдет то-то, то-то, то-то. То есть люди мыслят детерминистки. Им кажется, что все процессы детерминистки. Это неправда. Есть, как я уже сказал, хаотические. Вы вспоминали, вероятностные. Поэтому просчитать — это не значит предсказать. Когда я подбрасываю монетку, я не знаю, упадет орел или решка. Я знаю, что оба результата возможны с радостью. Одна вторая. Вторая история про доказательство Бога или доказательство его отсутствия — это не тот вопрос, которым занимается наука. Тезис о том, что Бог есть, он так сформулирован, что его невозможно ни доказать, ни опровергнуть. А значит, это не научное утверждение. А наука занимается только научным утверждением. Например, если я брошу камень, он будет падать с ускорением 9,8 метров в секунду за секунду. Это научное утверждение. Я могу это посчитать. А утверждение на всё воля Божья — это утверждение ненаучное, потому что оно непроверяемо. Я же не знаю волю Божью. И третье. Да, разумеется, когда ты погружаешься в науку и что-то делаешь, открываешь, считаешь, есть ощущение, что ты заглядываешь в такое пространство, в котором до тебя не бывал ни один человек. И это довольно впечатляющий, духовный, прямо во всех смыслах, опыт. Если говорить о поиске внеземных цивилизаций, формула Дрейка, если я не ошибаюсь, это как раз теория вероятности. И вот если мы говорим о Боге, вы объяснили, а если говорим о возможности существования других цивилизаций, мы можем подойти к этому с научной точки зрения? Нет, не можем. Потому что формула Дрейка очень простая. Она говорит примерно следующее. Вот если я подбрасываю одну монетку и подбрасываю вторую монетку, вероятность того, что здесь упадёт орёл и решка, одна вторая, вероятность того, что здесь упадёт орёл и решка, одна вторая. Вероятность того, что упадёт два орла, это нужно, чтобы здесь упал орёл, одна вторая, и здесь упал орёл, одна вторая. И вероятности перемножаются. То есть они перемножаются. Вероятность того, что упадёт два орла, одна четвёртая. Это легко понять, потому что возможно теперь четыре варианта. Две решки, орёл и решка, решка и орёл, два орла. Формула Дрейка устроена так же Там перемножается несколько членов То есть она очень простая А вот как оценить эти члены Мы совершенно не знаем этого Предлагается их выдумывать Поэтому все оценки, которые фигурируют Они обычно устроены так Мы с каких-то соображений Оцениваем член 1, 2, 3, 4, 5 Перемножаем их И получаем какой-то ответ Этот ответ имеет ли он отношение к действительности? Непонятно Если заканчиваю эту мысль Спросить, верю ли я, что В неземной цивилизации есть? Ну конечно есть Человек-то устроен-то в принципе Ой, худо-бедно Я думаю, где-то же еще в жизни-то точно образовался Ну вот о возможности к прогнозированию Вы сказали, но немного в другом ключе Наверное, хочу вас спросить об интуиции Есть такой один механизм Опять же взаимодействия с человеком Который мне бы хотелось, чтобы вы объяснили Если это возможно Когда люди говорят, что ты читаешь мои мысли Как это можно объяснить? Потому что я сейчас не говорю о тех людях Которые всю жизнь прожили бок о бок И уже знают друг друга как свои пять пальцев А те, кто появляются на протяжении твоей жизни Ну и каким-то образом могут предвосхищать то, что ты сделаешь Ну как бы человек не такое удивительное, уникальное создание Как можно подумать Вот если вы внимательно Ну как бы что нам говорит последние 15 лет развития интернет-маркетинга Он говорит, оно нам говорит очень простые вещи Он говорит, что поведение человека в каких-то вещах Ужасно скучно и предсказуемо Причем настолько скучно и предсказуемо Что можно посадить пять человек И они будут это поведение рассчитывать И могут прогнозировать доход И причем доход от рекламы довольно точный Это означает, что в каких-то вещах мы, люди, довольно просто устроены Когда мы говорим, что вот один человек другой встречает другого И может что-то догадаться про этого второго человека Ну конечно может Если машина может, то и человек может Поэтому в этом нет ничего удивительного Вот, я надеюсь, я ответил на вопрос А перспектива искусственного интеллекта, как вы ее оцениваете? Искусственный интеллект? Мы не знаем, что такое интеллект Ну вот все системы, которые сейчас существуют Это на самом деле нейросети в массе своей машины на обучение И все эти штуки, это просто очень изощренные интерпретаторы То есть переводчики Ну то есть раньше казалось, что, например, если я скажу Ну, например, сказать машине «Напиши веселую песенку» Это казалось очень сложной задачей То есть сказать человеку «Напиши веселую песенку» Это что-то должен быть прям, ну, композитором Он тебе начнет ее писать А оказалось, что вот этот вот перевод с языка в мелодию Легкая задача Надо просто взять достаточно много мелодий Машина научится и будет тебе сочинять песни Вот Но при этом она не синтезирует смыслы Это очень важно То есть какие-то вещи машина легко делает А, например, написать стихотворение машина не может То есть есть много замечательных экспериментов Которые как раз показывают, что имитировать стиль Какого-то, например, поэта Машина может легко А вот мысли или как-то вот какое-то вот То, что в стихотворении чаще всего цепляет человека То есть тот смысл Но они машину имитировать не в состоянии Потому что, типа, у нее нет для этого вводных Поэтому, конечно, мы не знаем, что такое интеллект А уж тем более искусственный интеллект О чем речь-то вообще Ну что ж, на этом мы сегодня завершим наше интервью Спасибо большое, что нашли время И вышли в эфир программы «Абонент доступа» Андрей Коняев, кандидат физико-математических наук Был гостем нашей программы Спасибо вам, всего доброго и до свидания Спасибо вам, до свидания